Привет всем! Сегодня я хочу обсудить фразу, которую вы, наверное, не раз слышали. Конкретно фраза о том, что японец является синтоистом при рождении, христианином, когда вступает в брак, и буддистом, когда умирает. Мне её часто приводят в пример, как такое лёгкое отношение японцев к религии. Но насколько это соответствует действительности? Давайте разберёмся. Для начала, да, действительно, в Японии существует синкретизм синтоизма и буддизма. И очень многие люди могут абсолютно спокойно назвать себя и синтоистами, и буддистами, если захотят. Заметьте, если захотят, потому что на самом деле синтоистами себя называет очень небольшое меньшинство японцев. Но, тем не менее, да, это возможно. Но всегда ли это возможно? Нет, не всегда. Да, скажем так, официальный синтоизм не видит ничего страшного в том, что японцы-синтоисты ходят, в том числе буддистские храмы. Сейчас не видят. После реставрации Мэйджи в конце XIX века вообще-то на буддизм были неслабые гонения. И именно по причине того, что он как-то, по мнению того же императора Мэйджи и тех, кто был вокруг него, не очень хорошо сочетался с синтоизмом. То есть от этого синкретизма пытались избавиться. Не получилось. Так что сейчас официальный синтоизм делает вид, что всё в полном порядке. С сектантским синтоизмом дело обстоит следующим образом. Хотя мне неизвестно в случае запрета какой-либо общины синтоизма для своих приверженцев входить в буддистские храмы или проводить буддистские ритуалы. Но мне известны люди, которые говорят, что принадлежат какой-то из маленьких общин синтоизма и говорят, что они не ходят в буддистские храмы, потому что не видят в этом смысл. С буддистской же стороны всё ещё интереснее. Хотя подавляющее большинство школ буддизма действительно не видят ничего страшного в том, что, опять же, их прихожане ходят в том числе в синтоистские храмы. И на многих территориях буддистских храмов находятся в том числе и синтоистские святилища. И даже, например, в Шингон и Тэндай священники могут одновременно выполнять и обязанности канущи, то есть синтоитского жреца. Но есть школы буддизма, которые это не поддерживают. Это в первую очередь Джодо Шинщу, то есть настоящий буддизм чистой земли, который признаёт исключительно веру в Будду Амиду. И эта вера становится как бы зонтичной, то есть если ты веришь Будду Амиду, то почитание всего остального абсолютно не нужно. Ну так, по крайней мере, считается. И есть ещё некоторые школы, относящиеся к традиции Ничирен, например, Ничирен-Щёщу или крупнейшее объединение буддистов Мирян-Со-Кагакай, которые считают, что единственной истинной сутрой является Лотосовая сутра, и, соответственно, единственной истинной религией является буддизм именно школы Ничирен. И, конечно же, они не ходят в храмы других буддистских школ и также в синтоистские святилища. Но не то, что они не могут туда войти. Нет. Дело скорее в том, что они не будут там проводить никаких ритуалов. И интересным фактом является то, что именно у Джодо-Щинщу наибольшее количество прихожан. И хотя мы вполне можем предположить, что далеко не все люди, которые приписывают себя к Джодо-Щинщу, полностью соблюдают все практики и действительно не ходят в синтоистские святилища. Но, тем не менее, если человек является активным верующим в Джодо-Щинщу, то в синтоистский храм он ходить не будет. Ну, а что касается Ничирен-Щощу и Сока-Гакай, то к Сока-Гакай принадлежит тоже достаточно много людей, сколько конкретно, увы, мне не удалось найти никаких данных, которым можно было бы однозначно поверить. Но их однозначно много, и это люди достаточно активны в религиозной сфере. И да, я подозреваю, что если они относят себя к Сока-Гакай, то в синтоистские храмы они 100% не ходят. В то же самое время для остальных синтоистские ритуалы очень-очень доступны. Но дело в том, что они не ограничиваются исключительно ритуалами, связанными с рождением ребёнка или даже просто с людьми, то есть с детьми, вернее, с тем же Сичи Го-Сан, например. Нет, синтоистские ритуалы весьма разнообразны. Это и первый визит в храм, о котором наверняка идёт речь в этой известной фразе, то есть хацумайри, это и Сичи Го-Сан, праздник детей, и хацумоды, первый визит в святилище синтоистское в начале года, и куча всяких местных ритуалов, местных праздников и так далее, на которые, как правило, приходят все люди, которые живут в этом районе, и не только. Участие в этих всех синтоистских праздниках и ритуалах абсолютно свободное. Никто не спрашивает, принадлежишь ли ты к общине, или даже являешься ли ты синтоистом. Достаточно желания поучаствовать и иногда некоторого денежного взноса. Ну, не такого уж и большого, как правило. Опять же, в синтоистских храмах играют свадьбы, и они вполне себе популярны. Я даже могу сказать, наблюдая за своими друзьями-японцами, что в последнее время они стали даже больше популярны. Ну, то есть процент моих друзей, молодых японцев, которые венчались в синтоистском святилище, больше, чем процент тех, кто, ну, среди их родителей, скажем так, среди того поколения. С буддистскими же ритуалами дело обстоит так. Во-первых, в очень многих буддистских храмах тоже можно прийти с ребёнком по той же самой схеме, который только родился, и, например, попросить каких-нибудь будд или бодхисад о его защите, по той же принципу, что и в синтоизме. Некоторые храмы проводят щичигосан, и, как ни странно, буддистские храмы тоже проводят всякие большие праздники, ежегодные ритуалы и так далее. И даже буддистская свадьба есть, хотя она менее доступна и менее популярна для простых людей. Что же касается похорон в буддизме? Да, действительно, буддистские похороны являются стандартной частью любого пакета услуг, которые вам предложит похоронное бюро. Вам всегда предложат вызвать именно буддистского священника. Отказаться от этого вполне возможно. Если вы принадлежите какой-то другой религии, то, конечно, вы можете позвать кого-нибудь другого, не буддистского священника, никаких проблем. Но подавляющее большинство японцев все-таки выбирает именно буддистские похороны, даже если они не были такими уж верующими буддистами при жизни и даже не знают, к какой школе буддизма принадлежит их семья. Это, кстати, весьма распространенная проблема в Японии. Но если даже покойному была абсолютно неинтересна религия, то кому-то из семьи будет важно, чтобы ритуал был соблюден. Поэтому, да, японские похороны – это в подавляющем большинстве случаев буддистские похороны. А вот со свадьбой все обстоит немножко по-другому. Во-первых, начнем с того, что и с христианством в Японии все обстоит далеко не так просто, как многим кажется. Наверное, опять же, вы слышали историю о том, что, да, японцы не понимают, что такое христианство, они просто ставят статуэтку Девы Марии на свой семейный буддистский алтарь. Нет, такого не происходит. Ну, то есть, да, наверное, когда первые проповедники христианства прибыли в Японию, они наблюдали в том числе такие сцены. Но даже в то самое время, когда только-вот-только прибыли проповедовать в Японию христианство, плюс-минус образованные японцы уже были знакомы с тем же Дётошинщу и Нечирэнщу, знали, что такое одна практика, которой ты себя посвящаешь, и поэтому у них не возникало никаких вопросов по поводу христианства. Как раз наоборот, необходимость участия в буддистских и синтоистских ритуалах во время последовавших гонений на христиан приводили к тому, что японские христиане выбирали умереть, но не поучаствовать в ритуалах, в которых им нельзя поучаствовать. Вот такая вот интересная штука. Современные же японские христиане либо сами осознанно приняли христианство, либо были воспитаны в привычной нам христианской традиции. И, конечно же, они воспринимают христианство абсолютно точно так же, как любые другие христиане. Так откуда же у нас берётся та самая христианская свадьба? Действительно ли в христианских церквях в Японии так легко обвенчаться? Ну, я бы не сказала. Те священники, с которыми я говорила в Японии, говорили, что они предоставляют венчание для членов своих общин, то есть для христиан, но люди со стороны вызывают у них подозрения. Также несколько раз я слышала от разных людей о том, как тяжело им было организовать вот эту самую свадьбу. Например, один знакомый, который не является христианином, японец, ну хотя он и не верующий буддист, решил жениться на католичке, и у них были сложности с организацией свадьбы именно потому, что он сам не католик. В конце концов, они как-то уболтали священников всё-таки их обвенчать, потому что он всё-таки очень не хотел принимать крещение. Вот такая интересная штука. Откуда же берутся эти христианские свадьбы? Дело в том, что мы говорим скорее о свадьбе в христианском антураже. Действительно, до сих пор в Японии самая популярная свадьба – это свадьба в белом платье, в чём-то напоминающем капеллу и с присутствием священника. И даже будет очень желательно, если этот священник будет иностранцем. Но проходят они не в церквях. Проходят они в так называемых wedding palaces, то есть wedding palaces, ну как бы это дворцы бракосочетания, или в крупных отелях, которые тоже предлагают такую функцию. Там можно увидеть некое помещение или даже отдельная зданица, которая выстроена так, что она напоминает христианскую капеллу. И вот именно там проходят свадьбы. Насчёт того, кто их проводит, я интересовалась в некоторых отелях, и мне говорили, что да, к нам приходит настоящий священник из какой-то церкви, не знаю с какой. Но проблема в том, что я до сих пор не встретила ни одного священника в Японии, который бы проводил вот эти самые свадьбы в отелях. Я не говорю, что их нет, может быть, они и есть, просто я их не встречала. Ну ещё один интересный момент. Моему мужу как-то один немаленький отель предлагал поработать поддельным священником, потому что их предыдущий поддельный священник уехал к себе домой, на родину. Мы отказались, но я абсолютно уверена, что в Японии хватает иностранных студентов, которым нужны деньги, и которые не видят ничего страшного в том, чтобы поработать поддельным священником. Ну, так что делайте свои выводы. Таким образом, когда мы говорим о японцах, которые выполняют и синтоистские, и буддистские ритуалы, да, это вполне нормально, но японцы выполняют синтоистские ритуалы не только при рождении вообще на протяжении всей своей жизни, как и некоторые буддистские, и да, умирают буддистами. Но христианство в эту схему встраивается немножко другим боком. Когда мы говорим о христианской свадьбе, мы говорим именно об антураже христианской свадьбы, и характерно это не только для Японии, но и для многих других стран. Вот такие поддельные христианские свадьбы, ну, по крайней мере, я видела фотографии из Китая и из Индии, и выглядели они очень похоже. Я думаю, что и в других странах это также. Опять же, даже в христианских странах далеко не все люди, которые идут венчаться в христианскую церковь, на самом деле определяют себя как верующих христиан. Они тоже выбирают это сделать для антуража или потому, что так надо. Получается, что те якобы христиане в Японии которые венчаются в христианской церкви при христианском священнике христианами могут и не являться. По крайней мере, они совсем не обязательно себя считают христианами. А если человек не считает себя христианином, то его трудно счесть таким, даже если христианство на него каким-то образом влияет. поэтому нет. Увы, хотя это весьма остроумная фраза, которая основана на реальном положении дел, но в реальности всё немножко иначе. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok